Мультикультурализм Посол Азербайджана Финляндии Ады Шамамедов поприветствовал азербайджанскую делегацию и финских гостей, рассказал о значении этого мероприятия. Коснувши цели конференции, посол отметил важность доведения до финской общественности информации о традициях толерантности Азербайджана, имеющего древнюю историю, государственно-религиозных отношениях, а также реалиях, связанных с проводимой правительством политикой в области религии. Государственный советник Азербайджанской республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдулаев представил внимание участников конференции доклад на тему опыта Азербайджанской республики в обеспечении мультикультуральной безопасности, рассказав о вопросах безопасности, отметил необходимость обеспечения на государственном уровне мультикультуральной безопасности, также как общей транспортной, энергетической, продовольственной безопасности. Представив общую суть мультикультральной безопасности, как сохранение культурных ценностей всех народов, этнических групп, независимо от их этнической, религиозной, расовой, культурной и принадлежности, Кемал Абдулаев отметил, что в случае углубления проблем в обеспечении мультикультральной безопасности общества это может привести к столкновению конфликтов на этнической, религиозной и расовой почве. Азербайджан является местом, где различные народы и этнические группы проживают в условиях мира, дружбы, братства, разделяют радость и горе друг друга. Затем оратор подробно проинформировал о проводимой государством под руководством президента Ильхама Алиева политики мультикультурализма и толератности, рассказав о значимости объявления главой государства последних лет в Азербайджане, годом мультикультурализма и годом исламской солидарности, отметив, что исламская солидарность является позицией, основанной на гуманистических ценностях ислама. Камал Абдуллаю подчеркнул, что весь мир сегодня нуждается именно в этих принципах и ценностях. Проинформировав участников мероприятия о формировании и развитии гражданского общества в Азербайджане, проводимой государством религиозной политики и деятельности руководимой им структурой, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Вибарис Гурбалны, рассказав о мультикультуральной среде, возникшей в нашей стране в результате осуществляемой политики, отметив, что Азербайджан является толератной страной, где придается огромное значение национально-духовным и религиозным ценностям, созданы все возможности для свободной деятельности каждого, независимо от религиозной принадлежности. Вибарис Гурбалны подчеркнул, что проводимая под руководством президента Ильхама Алиева и поддерживаемая народом политика очень полезна для Азербайджана и служит большим импульсом в развитии в нашей стране свободного общества. Выступая на конференции, шейх Улислам Аллашкюр Паша Зааде отметил, что Азербайджан обладает большим опытом в области толератности. Он сказал, что поощрение этого опыта крайне необходимо с точки зрения универсальных человеческих ценностей. Шейх Улислам отметил, что гордится высоким уровнем межкультурного диалога в нашей стране, уважением, проявляемым в Азербайджане к религиозным и культурным ценностям, традициям толератности. Он подчеркнул, что направленную на сплочение всех граждан страны, независимо от их религиозной и национальной принадлежности, вокруг общих идей азербайджанства, мудрую политику великого лидера Гейдара Алиева, который считал толератность, высокой культурой ценностью, в настоящее время на самом высоком уровне продолжает президент Ильхам Алиев. Начавший свое выступление словами общенационального лидера Гейдара Алиева, многонациональной страны и ее богатства, архиепископ Бакинской азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александр Ишейин, подчеркнул, что согласно Конституции Азербайджана все религии равны, и это строго соблюдается. Руководитель религиозной общины горских евреев Азербайджана Милех Евдаев построил свое выступление на повседневном образе жизни горских евреев страны. Он отметил, что в качестве дара еврейской общины в мусульманском государстве распоряжением президента была построена синагога, и на ее содержание из фонда главы государства выделены финансовые средства. В то время как во всем мире наблюдается антисемитизм, Азербайджан является пространством, свободным от этого зла. Выступивший за тем ординарий Владимир Фекета заявил, что Азербайджан – уникальная страна, где он не сталкивался с плохим отношением из-за того, что является иностранцем или священником. Наоборот, в любом уголке республики ему оказывают уважение местные люди, интересуются жизнью за рубежом. В своем выступлении депутат Мили Меджлиса Джаваншир Пашизааде коснулся финско-азербайджанских связей, вопросов межпарламентского обмена. Он проинформировал о законах, принятых Мили Меджлисом Азербайджанской республики с целью сохранения традиций, религиозной свободы и толератности. После презентации члены азербайджанской делегации ответили на вопросы участников конференции, связанные с нашей страной. Участник конференции, гражданин Финляндии армянского происхождения, намереваясь помешать работе конференции, обратился к азербайджанской делегации с вопросом провокационного характера. Он сказал, что встреча в Азербайджане, убившего в Венгрии армянского солдата Рамиля Сафарова как героя не умещается ни в какие рамки толератности. Отвечая на вопросы, председатель государственного комитета по работе с религиозными образованиями Борис Гурбанны отметил, что армянский солдат неоднократно совершал против Рамиля Сафарова провокационные действия. Все эти данные нашли отражение в документах судов Венгрии. Подчеркнул, что человек, который с малых лет сталкивался с армянской агрессией и насилием, не смог обуздать нервы и совершил этот поступок в состоянии аффекта. Заявив, что данный инцидент никак не связан с толерантностью азербайджанского народа, Мюборис Гурбанны пригласил армянку посетить нашу страну, чтобы самой увидеть, что в Азербайджане нет никакого враждебного отношения к армянскому народу. Затем состоялось панельное заседание на тему «Опыт Финляндии в области мультикультурализма и межрелигиозного диалога». Конференция завершилась приемом, устроенным посольством Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok